Приветствуем вас на канале правильный выбор. Сегодня у нас жидкокристаллический телевизор от компании LG, модель LK510B. Вышла совсем недавно, в 2018 году. Она относится к линейке бюджетных HD LED телевизоров. Диагональ экрана 32 дюйма. Разрешение 1366 на 768 пикселей. Full HD на этом телевизоре не посмотришь, а вот HD запросто. Подсветка Direct LED. За отличную картинку стоит благодарить матрицу IPS. Она обеспечивает увеличенный угол обзора до 178 градусов и по вертикали, и по диагонали. Повышенную яркость и контр-яркость существенно улучшают цветопередачу. Индекс частоты обновления кадров 60 Гц. Прекрасному качеству картинки также способствует передовая технология Dynamic Color. Она делает 6 цветов, в том числе цвета RGB, более яркими и насыщенными, а изображение реалистично. IPS-матрица составляет отличную конкуренцию даже плазменным экранам. Поэтому, если вам нужен телевизор с эффектом живой картинки, эта модель для вас. Вряд ли даже после нескольких лет использования на LG 32LK510B появятся биты или выгоревшие пиксели. Оптимальное расстояние для просмотра HD видео на этом телевизоре 135 сантиметров. Именно на таком расстоянии будут видны малейшие пиксели и картинка будет максимально живой. Размеры модели 74 сантиметра в ширину, 44 сантиметра в высоту, толщина 7,5 сантиметров. Вес чуть меньше 5 килограмм. Цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Как раз для таких случаев в комплекте предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели имеются такие стандартные разъемы, как 1 композитный вход AV, 1 компонентный, 2 HDMI 1.4, 1 USB 2.0, 1 интернет AJ45, 1 CI слот, 2 входа для антенны, для обычной и спутниковой. Присутствует один оптический выход Optical Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Функция Smart TV на данной модели не поддерживается. Однако обратите внимание на модель LG 43LK5990. Это также ЖК-телевизор с поддержкой Full HD и Dynamic Color, чуть больше диагональю 43 дюйма. Он дороже из-за наличия Smart TV. Акустическая система телевизора представлена двумя динамиками, направленными вниз. Совбуфер не предусмотрен, однако доступен стереозвук. Звучание объемное, типа Virtual Surround Plus. Кажется, что технология объемного звука от LG создает звуки заново. Звуки окружающего мира можно услышать прямо через динамик телевизора. Дополнительное оборудование не требуется. Мощность 10 Вт. По 5 Вт на каждый динамик. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу вам то, на что в основном жалуются обладатели данной модели. Но имейте в виду, что отзывы весьма субъективны и наличие проблемы у одного человека не означает, что такая проблема присутствует на всех телевизорах. Итак, начнем. Отсутствие смарт-ТВ и сабвуфера. Судя по размеру диагонали, этот телевизор больше подходит для роли второго телевизора, а не основного. Не всем пользователям была понятна инструкция, идущая в комплекте. Некоторые мне показались чересчур беглыми, краткими. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам не только об отрицательных сторонах, но и о положительных. Давайте перейдем к хорошему. Телевизор принимает цифровое ТВ. Наземное, кабельное, спутниковое. Показывает программы телепередач и даже субтитры. Их можно включать и выключать через меню. Изображение именно такое, в каком уверяют нас производитель. Четкое, сочное, насыщенное, с эффектом присутствия. Да, матрица не подводит. Эффект присутствия усиливает также виртуальный объемный звук. Также присутствует защита от детей и таймер сна. Телевизор выключается в указанное время. При подключении USB накопителя можно осуществлять запись передач. На этом все. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор.